Оказаться под колесами поезда рискуют пешеходы, пересекающие железную дорогу в неположенном месте. За нарушителями пристально следят сотрудники полиции. В одном из рейдов побывал наш корреспондент. Проносящиеся поезда не пугают нарушителей. Они срезают путь до работы, учебы или торгового центра через железнодорожные рельсы. Там, где пешеходного перехода нет. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. А почему вы решили здесь дорогу перейти? ЖД-пути? Просто оттуда иду. А здесь запрещено переходить? Да, знаю. А почему тогда так рискуете? Что делать? Близко так. Казалось бы, лестница сама приглашает пешеходов подняться к железной дороге. Но сооружение предназначено для работников РЖД, которые следят за техническим состоянием железнодорожного моста. По этому мосту постоянно ходят люди и в том, и в другом направлении. Но если идет поезд, то спрятаться можно только вот в этом закутке. А состав движется со скоростью 60-70 км в час. И за считанные секунды можно просто не успеть спрятаться и попасть под колеса огромной машины. На заборах и столбах развесили знаки. Ходить по ЖД-путям запрещено. Но таблички закрашивают аэрозольной краской, ограждения ломают. И многие даже не знают, что нарушают закон или не хотят знать. Здравствуйте. А скажите, куда вы идете по этим путям? Мы идем на ту сторону, на площадку собачью. Наташинские пруты. А здесь же запрещено ходить? Ну не знаю, запрещено, не запрещено. Поездов нет, ходим, все ходят. Куда вы идете по этим путям, можно узнать? На работу. А здесь же запрещено ходить? Да, нигде не написано. Незнание закона не освобождает от наказания. Каждый, кто переходит пути в несанкционированном месте, нарушает часть 5 статьи 11 административного кодекса. И самое страшное наказание – гибель. По статистике, каждую неделю на участке от станции Люберцы до Уптомской в среднем происходит два смертельных случая. Переходя же дорожные пути, вы совершаете административное правонарушение. Вы знаете об этом? Нет. Вы совершаете административное правонарушение. Самое главное, вы подвергаете в свою жизнь опасность. Сегодня ограничились предупреждением. В следующий раз будет штраф. Регулярно у нас проходят рейды профилактические, в том числе и взрослых и несовершеннолетних граждан. Мы доставляем в отдел полиции для выяснения фактов совершения административного правонарушения и для составления соответствующих документов. С подростками проводят беседу представители комиссии по делам несовершеннолетних. Главные нарушители среди подростков – зацеперы. Несовершеннолетние ставятся на учет минимум на 6 месяцев. После течения 6 месяцев запрашиваются характеризующие материалы. Если ребенок исправился, в его поведении больше нет места правонарушениям, он снимается с учета. Если исправление не произошло, то продлевается учет еще на 6 месяцев. В этом году поставили на учет 8 люберецких зацеперов от 14 до 17 лет. Все они рисковали жизнью ради развлечения. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.